Мои любимые, мои дорогие, мои единственные, доброе утро, добрый день. Блин, как же хорошо, Господи, как же хорошо проснуться дома в своей кровати. Что это за оповещение у второго телефона? Боже, как же хорошо. Я так хорошо спала. Боже, я была вчера такая после перелета уставшая. Такая уставшая. Я прям восстановилась. Я прям восстановилась, я готова снова лететь в Москву. Надо вставать. Слышу, машинка достирала. Нужно развешивать белье. Это у меня уже вторая стирка за утро. И я, знаете, время, наверное, первый час, где-то так, я уже столько дел сделала, столько дел. Я же видео монтирую, лежу. И еще самое, посмотрите, главное это дело. На мой пол, гляньте. Внимание на мой пол. Какой он чистый, да? Вот это что, вот это рассыпалось. Я взяла гранулу, хотела поесть. Она у меня выпала из руки, рассыпалась. Сейчас нужно полы мыть. Нужно полы мыть, в принципе, мне и так их следовало бы помыть. Но я сейчас... Так, машинка, 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 машинка. Так, здесь полотенце и халат. Господи, это я бежала. Бежала в кровать обратно. Посмотрите, все бросила. Как будто бы за мной волки гнались. Зубки я уже почистила. Зубки я почистила. Я и волосы расчесала. И вчера помылась. Прямо знаете, я так хорошо отдохнула, Господи. Так, вот надо мне щетку зубную поменять. Надо, надо, надо. У меня есть. Так, это нужно развесить. Кофе. Мои волосы. Знаете, после мытья вот этим моим шампунем родным, к которому у меня голова не то, чтобы привыкла. Ой, я прям сразу вот этим шампунем. Сейчас пройду, покажу. Вот этим вот шампунем я мою. Вот этим. Очень нравится. Моя душевая кабина. Вода уходит. Прекрасно. Господи, стоишь. Так, это я сумку постирала. Чтобы убрать для следующей поездки. Так, в зубную щетку достану. В тапочках не захожу, потому что в этих тапочках на балкон выхожу. А на балконе, ой-ой-ой, а на балконе, все ок, в принципе. Так. Вот этот костюм свой синий я стирала вчера. И он все еще не высох. У нас дождливая погода. Он практически высох, но вот эти вот места, которые резинки, вот это вот не высох. Вот эти вот. Так, с этой стороны на балкон не буду выходить. Это матрешки. Это матрешки. Одно подарю моему малышу. Одно для себя. Это мне Леночка подарила. Вот это вот что. Надо быть я в тапочках. Хоть на том спасибо. Посмотрите. Посмотрите. Так. В магаз спустилась. Вчера в магаз ходила. Груши себе купила. Так, что-то, знаете, по мелочам. Ой, я дома. Господи, я дома. Как же это прекрасно. Как же это прекрасно. Спать дома и не в этих отелях гребаных. Кроссовки, естественно, буду стирать. Зимняя обувь только должна просто, ну, как сказать, прошабаркаться. Сейчас вам покажу. Мне соседи сказали из второй квартиры. Короче, тут был дождь, и у них балкон залило. Ага, посмотрите, какая. Вот сейчас и солнце, и тучки. Красивая погода. Очень красивая. Какие-то картонки валяются. Котики сидят под окном. Ой. Моя прекрасная Аланья. Моя прекрасная Аланья. Ну, дождик с утра уже был. Ну, в принципе, и тепло. Сейчас, наверное, градусов сколько, я даже не знаю. Можно даже и кофе попить на балконе. Да? Нет, я закрою. Я закрою, потому что я без трусов. Давайте говорить прямо. Потом зайду, завяжу. Так, здесь у меня сушилка, не буду заходить. Зайду так же, как и вышла. Здесь какие дела. Здесь тоже все хорошо. Ой, обожаю. Обожаю свою Аланью. Ой, обожаю. А вот так вот делаю. Пускай будет свежий воздух. Как же кайфово. Как же кайфово. Возьму штатив, надену трусишки, буду варить кофе, развешивать белье, болтать, делиться новостями. А они есть. Мои любимые. Первая новость. У моего тортика сегодня экзамен. Он получает второе высшее образование, но для вас это не секрет. Ну, короче, для новеньких, смотрите ли, секрет. Тортик это мой любимый мужчина, которого, по мнению хейтеров... Ой, 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 достала вас в штатив и поставила. По мнению хейтеров, которого не существует. Смею вас заверить. Существует еще как существует. Вам бы такого тортика, вы были бы, может быть, не такие злые. Так, что хочу сказать. Вторая новость. Мы очень любим друг друга. И подтверждение всему, и подтверждение всему вчерашний вечер. Так. Но, опять же, тут тоже, знаете, может быть, и вру, да, Литя, ну, хейтеров? Ну, может быть, и вру. Пишите, пишите. Слушайте, мне такое приятное послевкусие от Москвы осталось. Я замерзла. Я замерзла, я была очень уставшая, но я очень кайфово провела время. Очень кайфово. Я, главное, сделала все то, что я запланировала. Все то. Так, кофе я же молола в день отъезда. Отсюда нужно достать. Это раз. Во-вторых, кофе, который я покупала в Москве, я его привезла, и когда выкладывала в пакет, конечно же, я тут все насыпала. Ну, пол помоюсь сейчас не страшно. Сюда высыпала. Это плотно закрыто. Вот. Это кофе буду пить. Это кофе буду пить. Это кофе буду пить. Сейчас сварим кофейку. С сигареточкой выпьем. Следующая новость. Сколько сегодня у нас градусов? Сейчас мы посмотрим. Это все новости. Чтобы вы, я так сказать, понимали, что это мой контент. Ничего нового не расскажу. Ничего нового не покажу. Отписывайтесь все, кому не нужна. Кто не дорожит. Отписывайтесь. Я не против. Так. Потом положу в банку. Сейчас пока не до этого. Сейчас мне надо развесить белье. Я хочу спочку с крестикой наличью. Вот цепочка. Вот серьги. Вот серьги. А вот сережка была та, которая потерялась одна. Там эта штучка с этими, с палками, с ватными стоит. Величина камня одна. Ну, партикул одни и те же сережки. Ой, новые так блестят. Да, величина камня одна и та же. Почистить надо. Так. Сейчас цепочку надену из белого золота. Сейчас вам скажу, сколько здесь граммов. 585 проба. Вес 2,9. Почти 3 грамма. 2,90. Она немного подлиннее, чем та. Но точно такая же. Мне предложили другое плетение. Нет, не захотела вообще. Даже вообще. Я так привыкла к этому шнурочку. А потом он... Господи. Где крестик? Вот такое у меня кольцо из бриллиантовое. А крестик это что-то, блядь, нема. Вот он. Слушайте, может быть, действительно, может быть, в ней не спать. В этой цепочке, может, она дольше продюжит. Я же с ней и спала, и плавала в море. Я еще и не люблю такие украшения, которые, знаете, над которыми нужно трястись. Я понимаю, ювелирное украшение это ювелирное украшение. Ну, я вот... Ну, это же крестик. Крестик, он оберегательный. Он у меня хоть и не этот... Как я могу сказать... Не освещенный. Но все равно оберегательный. У меня Бог в душе. Правильно, как он делся это? Класс? Класс? Знаете, цепочка из белого золота. Что тут написано? Не серебро. Цепь. Золото. Пятьсот восемьдесят. Полновесная цепь. Все. так не серии есть кофе варится кофе варится пол помою пол помою минералочка есть дома в моем в моем детстве мама почему-то хранила вот эти отбирки как его от и ты 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 убежит счет плиту не хватало мить плита чистейшая я вчера приехала и мне так меня спасли эти котлетки которые ленина мама стряпала так они меня спасли и я поела и у меня была такая прям целая полноценная порция я поела господи так добрым словом вспомнила мама лены большое вам спасибо и картошечка такая и вообще с халатик и халатик и полотенце и трусишки стиралась на ежедневной стирке генлюк ежедневная стирка значит она была час и 60 градусов оставляю барабан открытым оставляю барабан открытым как же хорошо что нет отопления волос не сушит кожу не сушит но в россии это понимаю что в россии без отопления никуда это невозможно но я умаю мой организм уже вообще полностью отвык вообще отвык потому что отопления нет не буду его высовывать на балкон потому что там такая влажность дома нет влажности пусть дома стоит сохнет или муж на балконе дома очень сухо ну как сказать не очень сухо но норм я же уехала я оставила оставила белье на балконе для того чтобы не дожди все эти дни она даже толком не высохла вот если вот его вчера приехала и домой так нужно будет разобрать скажу сколько температура сколько градусов сколько балдеев от чехла от нового просто балдею здесь волосина время 13 20 чтобы понимали погода волонья 15 градусов ощущается как 12 облачно с прояснениями моря 22 градуса ощущается как 12 на и в принципе я бы не сказала что ощущается как 12 нужна ли мне дополнительная влажность дома что сушить здесь белье если бы я включала кондиционер то да то да а так можем действительно высушить и на балкон выставить может действительно на балкон на ночь домой занесу потому что все равно хоть так и так я на балконе буду днем шоркаться ну это хоть как потому что я всегда на нем сижу и зимой и летом и одним светом воздух воздуха не хватает вчера вечером выпила прям бутылку минералки разоке себе после перелета вот этого непривычно что цепочка выпила бутылка минерал еще выпьем минералочки 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 на балконе вот так вот развешу на эту штуку вот так вот щик цвет сухая роза это не выстиранный цвет он такой был может немножко другой но не застиранный то есть я выносила долго носила я его из россии привезла уже ношеный что это не буду оставлять еще один халат привезла из дома всегда проверяю на всякие волоски на всякий стол протерки стол подготовлены на всякие волоски на всякие ниточки что потом знаете как в отеле получаешь полотенца а там как и волосина блять не было вообще вообще просто любят кусте не внимательнее по ним не понимают что чужой волос не трясут белье я кричу я трясу белье и перед стиркой если вы будете трясти белье и после стирки и перед стиркой у вас не будет какой-нибудь волос у вас вы не выдадите своему другу этот с волосом всегда трусишки проверяем но их трусах за кем хожу ответить самые дни у нас с тех пор лежат отстиранные они очень они хорошо отстиранные но они знаете какие они качества хорошие например надеваешь их на джинсы на темные жопа вспреет и все и там становится черным там жопка полиняет от одежды а так все потрясающего цвета потрясающе что-то у меня с кофейком для меня не принципиально чтобы халат высохся на тему прям силу и сейчас но хотелось бы побыстрее это не последнее что у меня какая одежда есть дома я могу в принципе и обойтись полотенца тоже есть много а вот большое основное раскину махровой стороной которая которая имеет этот пропитывающий эффект не развешиваемся я курицу побыстрее лисовица лисовица махровая Кофе пить. Пить, курить и материться. Вот о чем я говорила. Ковах немножко. А вот там? О, немножко забивает. Чтобы мокрое белье-то не касалось. О! Блядь! Я люблю тебя жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Белье сейчас буду разбирать. Это постельное сниму. Застилю чисто, но пока стирать не буду по той лишь причине. Потому что у меня... Потому что у меня... Потому что у меня... Негде сушить. Кофе. 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 Кофе, кофе, кофе. Кофе. Я уже приду в себя окончательно. Пойду в магазин. Пойду туда. Пойду сюда. Вода есть, слава богу. Слушайте, я вот так вот поняла, какая же все-таки прелесть жить в теплом климате. Вот так вот в России зимой. Здесь можно вот в халате спуститься в магазин, не замерзнешь. Даже если это будет самый холодный день в Алании, ты все равно не замерзнешь в халате. А в России, чтобы спуститься в магазин, нужно 10, блядь, шут на себя надевать. Штаны, кофту, носки, обувь, шапку, куртку. Невероятно. А вот этот вот кофе сейчас будет очень даже вероятно. О, какая пенка. Так. Выливаем. Горячий прекрасный кофе. Горячий прекрасный кофе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Инна, пожалуйста, не разлей. Хотя в чое, Инне? Осталось только разлить кофе. Я иду, у меня рука трясется. Так, надо подушку взять, чтобы под жопу положить. кофе сюда пепельницу подняла все трусешки повесила под под палат все у меня сушится все у меня так сигареты и когда уезжала улетала я сигарета ставила на балконе вчера поняла что белье не высохла толком думаю дай-ка занесу их внутрь влажность блять такая так я сейчас я сейчас и какой грязный пол господи какой грязный пол просто жизнь так маленьким . не все равно всегда спадают сушилки сохнуть здесь кофе попью и помою полы помочь полы это черт в принципе полчаса во всей квартире я ждет это привычно и причем знаете я всегда мою полы всегда исключительным образом я мою только руками у меня есть швабра вот здесь стоит у меня есть это как стоит и швабра есть и щёточка такая которая меняет как сменное такое белье нет я не могу надо чувствовать надо чувствовать надо не тяп-ляп хотя знаете вот прихожу например в гости к своему пупсику он же молится у него полы чистые исключительно да они еще и на полу в принципе едят иногда там когда места не хватает за столом на скатерть кладут на пол и кушают на полу полы всегда чистые вообще всегда это так удивительно у девушки грязнее полы гораздо так вот смысл то в чем что я вам хочу показать у меня несколько вкусов сигарет зеленые зеленые желтые вот такие вот такие вот такие я яблоко покурю тут смысл то посыл то всего труселей то моих вот всегда вы хотите копаться в моем грязном белье вы хотите так вот я вам показала что ваше грязное белье которое вы хотите во мне найти на самом деле оно чистое оно чистое я этого не стесняюсь вы можете копаться разыскивать всякие компроматы на меня строить мне козни все что угодно моя жизнь от этого никак не изменится я не стану жить не хуже я не стану хоть жить не лучше не хуже абсолютно хейтер я просто к чему это все веду господи они же пытались нажаловаться и в аэропорт и везде и после того как я опубликовала билет они когда я вышла в прямой эфир из когда я вышла в прямой эфир из аэропорта на полу мальчика чуть-чуть они даже и показала билет они хотели мне пересадить на другое место ничего у вас не получилось хейтеры вы такие ебнутые люди вы такие ебнутые люди волос снимаю из накладу я не могу сходить волос головы и бросить на не могу просто не могу я даже в гостинице просыпаюсь я понимаю что я улетаю вот сейчас и можно уже не прибираться я даже все равно кровать так вот приняла как сказать божеский вид подушки все пересмотрела волоски собрала но может нам еще артем конечно перележит мне мы уехали артем остался в номере ну что я ему говорю перекладывайся на кровать и спи прям до последнего потом за поедешь домой покушаешь поедешь домой я всегда прям эти в шкафу чтобы все осталось по это хорошо таки в лучшем случае я даже могу знать и даже могу мусор выбросить ну серьезно и лишь когда мы вообще всегда прикалывалась она горит в таиланде мы собираемся на море и вы веришь подожди даже кружечки поставлю к больше браке что даже в грязной посуде был какой-то порядок я всегда туда не могу да по мою полы поля поменяю постельное белье доброго дня вам мои хорошие зрители хейтеры а для вас было постела на моем белье напишите тайм-коды попытайтесь найти пятна какие-то я вам сказала пятна это отчего потому что когда жопа приедете в джинсах например ешь или штанах просто это все постиранное не найдете будете искать и не найдете горячо чуть-чуть бы поэтому я сигареты наслаждаюсь время 13 40 наслаждаюсь я выспалась я выспалась у нас ветер сегодня юго-восточный 4 метра в секунду слабый давление в норме 753 миллиметра растутного столба море 22 что-то я вам сказала ну-ка посмотрим погода в москве и переливали посмотрим мама вчера говорит пошла мама вчера написала не голосовой сообщением in пошла в баню хотела баню зато пить не могу понять за перри мерзла вода дома вода есть в бане перемерзла а там же в бане то подходит там же труба у нее там же все на тексты как центральная баня у мамы сделано там ничего такого прям труба в баню как вот как в доме вода так и в бане вода у нее же баня то капитальное строение кстати на его поставила интереснее на баланс ну зная свою мать думаю что поставила я думаю что на его зарегистрировала как строительство уверена прямо перемерзла вода там минус 37 минус 37 на урале у нас плюс 16 или 15 сколько там погода каменск уральский каменск шахтинский каменск набрала думала подтянется минус 23 сейчас ощущается минус 28 река и сеть 0 ясно в ближайшие два часа садков не ожидается 23 ощущается минус 28 так погода в москве наверно тепло я думаю что тепло в москве если у нас на урале сейчас а года в москве сегодня девятое декабря минус тринадцать ощущается как минус девятнадцать в ближайшие два часа снег не прекратится москва река ноль ветер слабый восточный 4 и 1 метра в секунду давление повышенная 760 миллиметров ртутного столба тринадцать ощущается как минус девятнадцать Такая модная девчуля, такая она, бегала, визжала. На паспортном контроле еще так долго было, всего лишь два окна. Ну, в принципе, что один самолет. Там не так много и самолетов прилетает, но нормально. В трансфере одна ехала, господи. Мой малыш. Какой же он. Я вчера его так вот вынюхала просто. Вот прям вот слой, прям вот родной. Вот так вот нюхала его, нюхала. Солнышко. Мне же вот видно? Солнышко только что вышло и тут же зашло. Солнышко. А, так вот, я же эти же таблетки привозила, соседи заказывали. Капотен и валидол привозила. Вчера пошла отдавать соседям. Рассказывают мне. У них дождь был здесь, в Алании. Прямо, ой, неправильно говорю, неправильно. Дождь-то дождем. Не снег. Град. Град. Град был. И прям на балкон засыпало. У них на балконе засыпало градом. Они потом его выгребали, чтобы он не растаял. А у тебя, я говорю, у меня вообще все в порядке. Вообще все в порядке. У меня вот тут вот было маленько мокрое. Как же шторы. Как же шторы. Это прекрасно. Они тоже хотят сделать. Тоже хотят сделать. Очень, очень хорошо. Там еще спрашивают, типа, а сколько стоили шторы? Говорю, да тут смысл говорить, сколько стоили. Они в Турции подорожание каждый день. Это... Тут даже не в этом дело. Ну, шторы вообще-то просто роскошно. И не печет. И не дует. И отдельная комната. В трусах вышел. Без трусов вышел. Ой, прекрасно. Сейчас полы помою. Постельное белье поменяю. Здесь еще нужно кое-какие видео помонтировать. У меня на сегодняшний день не смонтировано видео из ресторана Басты. Не смонтировано видео из Санлайта. Не смонтировано видео, когда я улетела. Улетала. Не смонтировано видео. Вот это вот не смонтировано видео. С ВДНХ. Я там просто, знаете, такая... Просто в телефоне просто какая-то помесь. Ну, сейчас я вот... Ну, все то, что у меня было смонтировано, я их загрузила. И память освободила. Сейчас у меня памяти много. Давай, 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 остывай. Раз, пойду. Поменяю щетку зубную. Хотя, может быть... Сейчас могу забыть. С сигаретой же не пойдешь. Или можно еще подержать ее. Как же там у меня волосы электролизовались. Вот здесь вот прям вот волос такой богатый прям вот. О! Какая я. Цепочка кайфа. Цепочка и крестик. Решила, можно было подстричь волосы. Мы там даже и проходили мимо парикмахерских. И такие, как бы, такая... Проезжали мимо парикмахерских. И можно даже было зайти в самую, там, дешевую, в самую, знаете, такая, типа, стандартная. Зайти и обрезать волосы. Просто не захотела. Не захотела убирать длину. Что-то захотела поносить длинный волос. Вот сейчас... Вот только сейчас начинает в приятном этом быть кофе. Пол быстро помоем. Белье быстро поменяю. Солнышко высочется. Надеюсь, что это все высохнет. Все разберу, все уберу. Обувь надо убрать. Кроссовки надо постирать. Я, знаете, я прям почувствовала запах фото. Ну, я вот эти вот сняла, эти свои зимние. Я прям почувствовала запах фото. Эх, в аэропорту сняла. Это шикарные волосы. Не секутся, не ломаются. Господи, это знаете, девочки, если у вас волосы растут, не секутся, не ломаются, все и блестящие, это говорит о том, что у вас балансированное питание. Потому что волосы, ногти, зубы, это показатель вашего питания. Видите, у меня какие красивые. И в организме, значит, все в порядке. И душа. Вот как бы вы ни пытались, там грязного бельишка рассмотрите. Я вам показала. Решеднинка. А-а-а. А, слушайте, я не знаю, как по ощущениям минус 12, нисколько не холодно. Вот реально не холодно. Вот реально не холодно. Или, может, как сказать, на Москву глядя не холодно. Так, дуалинга мне прислали. Оповещение. Я там урок начала турецкого и так и не закончила. И одна девушка там еще, кстати, написала. Инна, она тоже блогер из Москвы. Говорит это. Инна, как хорошо ты мне сказала про Москоммерцбанк. Как хорошо. Просто если бы не ты, я бы тоже деньги не вывела. А она тоже уже деньги вывела. И вообще она говорит, классно. Вот вывела деньги. Вот вывела. Еще за ноябрь придут, за декабрь придут. А на этот банк у меня санкции навряд ли наложат, потому что это банк казахстанский. Ха-ха-ха-ха. Вот и все, вот и все. Предлагаю опять вложиться в квартиру. Ну, ты вообще. Присылали предложение вложиться в квартиру. Стартует от 56. Вот как они написали. Агентство недвижимости АБГ, что ли? Где? А, в WhatsApp мне эта девчуля написала. Так, Виталичка. А, Виталичка, смотрите. Сейчас вам покажу. Купил шапку. Я его написала. Виталичка, сейчас ты похож на местного дворника. Он говорит, я уржался. Это, говорит, как местный дворник. Реально, да? Как местный дворник. Хе-хе. Вот, у Виталика, у Виталика, давай поосторожнее, не вдумай подмерзнуть, когда зуб удалят. Там все соблюдай. Полоскай ромашкой. Давай, пока. А у него должно было быть удаление зуба 4-го числа. Из-за того, что я приехала, он перенес, он говорит, а вдруг поднимется температура, а вдруг что? Я, говорит, даже, даже, даже и рисковать не стал. Он сейчас пойдет. Я уехала, сейчас начнутся у людей делать дела. Ленка написала. Говорит, Инна, я что-то так устала вообще. Я говорю, ты моя дорогая. Она говорит, в январе я приеду. Ну, или максимум там в феврале. Будет смотреть на погоду. Я такая, ну, давай, давай. Я говорю, Лену, и звучит как угроза. Я прям наслаждаюсь. Я не могла понять, что с моими волосами в Москве, потому что включено отопление вот здесь. Боже. А там просто не дотронешься. Вот такие вот электрические. Я косичку. И спала с косичкой. И заплетала. И выйти из дома с косичкой. Потому что в капюшоне. И тут, знаете, уай. Здесь хорошо. У меня уже организм привык здесь жить. Наташка написала мне сообщение из Германии. Моя куколка, привет. Обнимаю, целую. Я там тебе сообщение отправила в Инстаграм. Ты видела? Бля, я там тоже уржалась. Смотрите, начало утро с шампанского. Напишет. Блин, говорит, я уржалась. Все, мои любимые. Обнимаю, целую. Доброго дня. А я еще раз. Еще встала вчера в душ. Намылилась мочалкой. Вот так вот. Себя чищу оливковым маслом. Вот так вот. Вот так вот. Оливковым мылом. Вот так вот. Лицо за ушами. У меня же вода сразу уходит. Я мочалку смываю. Снова ее мылю. Протираю. Под грудью. Под это жопки. Вот это все. Спина. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Как хорошо. Кожа дышит. Боже мой. Боже мой. Боже мой. И сразу же ноги перестали шелушиться. В Москве же как маленькие ножки, которые после коленок. Из-за ветра они же белеть начинают. Нужно постоянно маслом мазать или там чем-то еще. А здесь приехала. Вымылась. Влажность. Все. Пока. Что-то болтаю, болтаю, болтаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...